новостной концентрат начинает свою работу через пару минут вы будете знать все принципиальное жизни города днепропетровска на этой неделе не разглядаемся снег все-таки пошел белые мухи полетели над областью казалось бы дело житейской зимой так бывает всегда но в этот раз получилось как-то немножко по-особенному по днепропетровске в самом днепропетровске дороги оказались довольно неплохо почищенными о чем борис альбертыч филатов незамедлительно дал брифинг где просверлил небольшую дырочку для ордена ну так фигурально выражаясь что тут началось злые сетевые тролли понабежали в фейсбучике на каменты и давай борис альбертыча угнетать мол борис альбертыч тебе бы поменьше на автомобиле ездить да больше пешком ходить и едел вообще что с пешеходами происходит борису альбертычу конечно от этого неприятно но давайте правде в глаза смотреть в прошлые годы бывало и похуже 17 января новые копы таки приняли присягу на фестивальном причале аж на более 900 человек правда большие киевские боссы не только не сели но и не взлетели из киева для того чтобы это мероприятие посетить на присяге холодно было невообразимо копы зябко кутали головы в фуражке а вот все руководство города и области стояла с непокрытыми головами надо беречь сосуды забеба настоятельно настаивает не менее значимым событием этой неделе стало крещение горожане яростно сигали в воду нет не то вот как было дело в процедуре крещения участие приняли абсолютно все водоемы днепропетровской области но больше всего досталось воронцовскому пляжу там попеременно работали оба патриархата от чего вероятно вода стала значительно более святой похоже на коммерческую конкуренцию что неплохо согласитесь до майских праздников невыносимо далеко но елки почему-то начали уже убирать соответственно вместе с елкой потихонечку сворачивается ярмарка на площади героев майдана забеба трижды спрашивал официальными запросами у горсовета сколько денег заработала городская казна на предоставлении рекламных и торговых площадок для предпринимателей горсовет стоически отмалчивался но под конец начал путаться в показаниях и вот мы уже знаем что оказывается там работало то 25 то 40 то 90 предпринимателей зачем спрашивается нам знать сколько там работала предприниматели если мы все равно не знаем сколько денег мы там заработали так или иначе горожане елкой остались довольны и так уныло как был те кто конечно не подскользнулся и не упал но если все-таки вдруг вы подскользнулись и получили травму прочитайте исчерпывающую инструкцию как выколотить себе компенсацию за полученный ущерб на забебе специальном материале праздники закончились за дело взялись избушники и начали рубить взяточников под раздачу попали одновременно четыре сотрудника таможни два полицейских и один цельный замдиректор коммунального предприятия который пытался намутить сатошника денег за поселение в общагу вопрос о том кто из них сядет по-настоящему остается открытым забеба будет за этим внимательно наблюдать как у нас бывает со взятками вот например в марте 15 года свинтили одного товарища на взятки в две с половиной тысячи американских президентов так вот совсем недавно его отпустили под штраф за 17 тысяч гривен за эти два процента видимо и живет человек 26 января можно будет подвести итоги двухлетнему разбирательству по той возне с тетушками которая произошла под облгосадминистрацией 26 же января 2014 года с тех пор цельных 13 дел было направлено в суд вынесено три страшнейших приговора под штрафики там всякие условные заключения а кое-кто из подсудных даже успел просочиться в депутаты облсовета угадайте от какой партии ты на что царская морда намекаешь светит но не греет так можно охарактеризовать иллюминацию на переходе над проспектом правды несмотря на то что было 334 разговора о том что он вот-вот будет запущен по-прежнему переход закрыт а горожане продолжают весело перепрыгивать через снежные отвалы образовавшиеся после уборки снея почему закрыт переход потому что облгосадминистрации он построен но на баланс города не передаден потому как что потому что депутаты как известно депчики уже месяц как не могут еще раз собраться господа депутаты ну примите уже наконец-то этот переход и кстати городской бюджет 2016 тоже примите общественность взволнована запах вообще-то из ливневых стоков попахивает у нас регулярно но в связи с морозами запах теперь стал виден потому что густые клубы пара начали прорезаться через ливневки тут же возбудились активисты и давай по днепропетровску обнаруживать места несанкционированных врезок канализационных стоков в ливневке говорят даже под землю спуститься хотят специализированных небольших таких диггеров пропустить по этим самым ливневкам чтобы они посмотрели кто же канашку сливает туда куда не нужно забеба за этим с упоением наблюдает потому что не гоже фикашкам стекать в днепр напрямую а на этом как бы все не забываем подписываться на канал внимательно следить за новостями города днепропетровска и вообще демонстрировать активную гражданскую позицию сейчас это нашему городу нужно как никогда спасибо а чем вы говорите молодой человек это идиотизм